Радио 54 Первое. Областное радио Почему, Роман, выбрана такая тема? Почему это важно в феврале обсудить вот именно такую историю? Это всегда будет важно обсудить, но просто мы планомерно в цикле наших передач дошли до коробок. Для начала хотел бы рассказать, какие они бывают. Я заранее извиняюсь, для многих наших слушателей это будут какие-то прописные истины, но многие почерпнут для себя что-то новое. Да, да. Начнем мы с обычной механической коробки передач. Тут у нас все просто. Есть педаль сцепления, которую мы нажимаем, есть рычаг, к которому мы переключаем передачу. Внутри коробки первичный и вторичный вал, и перемещая эти валы, мы получаем нужное передаточное число. Тут все просто, к этому все привыкли. Особенно Юлия Игоревна, видели бы сейчас ее глаза. Нет, ну просто я вспоминаю свою механику. Кто-то от этого уже начинает отвыкать. Ну да, да. С этой коробкой все относительно просто. Далее у нас есть автомат. Еще его называют классический автомат или гидротрансформатор. Там с помощью планетарных шестеренок, с помощью соленоидов, нужных масляных каналов у нас прижимаются друг к другу пакеты фрикционов. Мы включаем нужную передачу. Почему их называют гидротрансформаторными коробками? Потому что там вот есть такой узел, его еще на роде называют бублик, который позволяет не в жесткую передать крутящий момент от двигателя на коробку, а через жидкость, трансмиссионное масло. Это позволяет нам плавно трогаться. В современных коробках есть функция его блокировки. Это позволяет снизить расход топлива. Но это нам дает существенный комфорт в управлении автомобилем. Нам не нужно отвлекаться на нажатие педали сцепления, на переключение передач. Коробка все делает за нас. Это комфортно. К этому мы все привыкли. Важный момент, друзья, 913-381-0554, номер нашего эфирного ватсапа. Если у вас есть вопросы, связанные именно с коробками передач, обязательно задавайте. Я уверена, что у Романа ни один вопрос, и у Михаила не останется без ответа. Мы забыли про наш вопрос. Про наши подарки, да. Как всегда, Роман пришел не с пустыми руками. Давайте напомним, что у вас сегодня с собой. У нас, как обычно, подарочный набор. Три упаковки СГА, сумка-холодильник, ароматизатор, силиконовый воск. Попробуем разыграть прямо сейчас, чтобы не тянуть. Давайте задавать вопрос. Вопрос следующего характера. Какой тип коробки передач обеспечивает теоретически минимальный расход топлива? Это у нас механическая коробка передач, вариант. Автоматическая. Наши гидротрансформатором можно написать вариатор или робот. Вот четыре варианта ответа. Итак, 913-381-0554. Кто сейчас первым правильно ответит, тот и получит вот такой эксклюзивный набор от компании Супротек. Скоро проведем итоги, да. Друзья, да, давайте... Ну, мы остановились с вами на автоматической коробке. На стандартном автомате, на классическом. Далее у нас идет робот, которого все пугаются. Там вообще все по божьей воле происходит внутри непонятно. Знаете, откровенно, плохих вариантов коробок нету на данный момент. Есть какие-то, конечно, неудачные модели, но в целом все виды коробок передач свою нишу заслужили. Тот же концерн Volkswagen Group, который уже 13 лет бьется со своей DSG, они, в принципе, к чему-то пришли. Да, пришли мы к вариаторам. Вариатор – это ременная передача, в которой есть два конуса, и теоретически на него возлагались очень большие надежды, потому что это бесконечное количество передач, и мы всегда можем возлагать, давать двигателю работу в оптимальном режиме. То есть это очень хороший режим работы для двигателя. Разные моменты вращения и, соответственно, усилия разные. Ну, есть... Ладно, мы про гибриды сейчас не будем говорить, но тема очень интересная, потому что двигатель, когда работа работает в оптимальном режиме, его срок эксплуатации продлевается в разы. Я уже не говорил про топливную эффективность и другие моменты. И есть коробка у нас робот. Робот – не что иное, как механика, но где функции переключения передач возложены не на водителя, а на автоматику в виде мехатроника, который сам передвигает шестерни. То есть смотри, там сидит гномик, который вот этот рычаг... Да, есть бюджетные коробки с одним сцеплением, которые нас народ не любит, потому что они около секунды... Идет задержка при переключении передачи... Тупит машина так называемая. Ну, так и говорят, да. Да, это доставляет некий дискомфорт, но тем, кто спокойно в город ездит, если машина недорогая, в принципе, это возможно. Кстати, у нас есть наш замечательный отечественный производитель, я марки не люблю называть, но все поняли, у которого единственного в мире задокументирована функция завода-столкача на роботе. А у нас так много прям местных производителей, что никто не догадается. Никто не догадался вообще. Больше ни у кого в мире такого нет. Это что, честно? А это вот производитель звонит нам, да, видно. А может, Михаил соскучился, что мы про него забыли. Да, и, собственно, о типах коробок мы поговорили. Кому-то кажется, что эти типы коробок, робот или вариатор сложные, но если взять, допустим, современный автомат, не четырехступенчатый, к которому мы все привыкли на наших старых, старых японцах, а восьми, семи, девятиступенчатые агрегаты, то при какой-то неисправности все ремонты или какие-то вмешательства уходят в очень большие суммы. А такое в Новосибирске вообще ремонтируют? Ремонтируют, специалисты есть, но их мало, их надо поискать, и все разговоры начинаются от 25-30 тысяч. Ну, понятно, да. Вот по поводу автомата пришел только что вопрос на эфирный WhatsApp. Как часто нужно менять масло в коробке автомата? И нужно ли? И нужно ли. Тут нужно смотреть на рекомендации производителя, и опять-таки делаем скидку на то, что у нас в городе суровые условия эксплуатации, и в полтора-два раза чаще масло меняем. Но, как правило, все придерживаются, если это автоматическая коробка передач, то раз в 40 тысяч километров пробега. Ну, это, опять-таки, это что-то усредненное. У каждого автомобиля могут быть свои моменты. Я тут бы хотел передать слово Михаилу по поводу того, с чем к нам приходят люди, с какими неисправностями, и как мы с этим помогаем им бороться. Вот хорошо прямо на пальцах, да, рассказать. Михаил, расскажите, вот основные беды боли, с которыми приходят, и как удается справляться? Ну, надо сказать, что трансмиссия, несмотря на обилие вариантов, это все-таки довольно простая штука, если сравнивать, скажем, с двигателем. Там есть много интересных конструкторских идей, но, в сущности, это, прежде всего, зубчатые передачи, так или иначе. Шестереночки, которые передают нагрузку с одной на другую в том или ином сочетании. И, в принципе, если вас трансмиссия не беспокоит, и никак не привлекает к себе внимания, это значит, что она работает совершенно нормально, она так и может работать всю жизнь, в принципе, с ней почти ничего не происходит. Но вот если она вам мешает везти машину, скажем, появляются какие-то ненужные звуки, стуки, значит, вибрации... Удовольствия не то. Да, неприятные ощущения, то вот здесь стоит всерьез, так сказать, задуматься. Потому что, что означают вибрации и шум? Это означает, что произошла каким-то образом выработка поверхности зубцов, этих самых зубчатых зацеплений, и вообще-то они должны входить в зацепление гладенько, мягенько и плавненько. А если произошла выработка, то получается где-то ступенечки, где-то какие-то тарапинки, где-то какие-то пороги, происходят микроудары. Если, ну, представьте себе, у вас машина идет там, у вас на лаву 2000 оборотов в минуту, а в шестеренке там в среднем какой-нибудь 30 зубцов, если посчитать, то получается, что 100 раз в секунду зубцы должны сцепиться и расцепиться при вращении. Если какой-то из них вдруг износился, и при входе зацепления раздается маленький удар, то на скорости 100 раз в секунду это превращается, соответственно, в вполне заметное тарахтение. Да-да, как личную вибрацию. Да-да-да. Ну и чем больше у вас эта ступенечка, чем больше выработка, тем, соответственно, четверо вы будете это ощущать. Кладете руку, например, на коробку, на ручку передачи механической коробки, и она так вам в ладошку заметно бьет. Да-да-да. Вот здесь, да, нужно начать немножечко волноваться, потому что эти микроудары, они бесследно для коробки не проходят. Ну так вроде можно магнитолу погромче включить, в принципе, и... Нет, ну а если серьезно, что делать-то? Один из способов решения, да. Но коробка при этом разрушается, потому что у нее идут ненужные совершенно ей нагрузки. Эта вибрация ни один агрегат, так сказать, не любит. Ну и, наверное, люфт со временем увеличивается ведь, да? Конечно, да, да. Раз уж это один раз началось, оно потом никуда не исчезнет, ну как бы само по себе не вылетится. Ну и вот тут, конечно же, уже слушатели ваши, наверное, знают про наши триботехнические составы компании «Супротек», которые как раз занимаются тем, что восстанавливают то, что износилось, да. Они таким образом действуют, что вот выработка на поверхности трения, она заполняется потихонечку металлическим защитным слоем, который благодаря своей структуре еще и масло лучше удерживает. А что это означает? Это означает, что возвращается оптимальная форма, плюс лучше работает смазка, и, соответственно, у нас все эти микроудары исчезают. Нивелируется. Ну, здесь, наверное, важно не затянуть процесс, да, до необратимости, а все-таки отреагировать как-то вовремя. Ну, граждане, конечно же, лечить любые проблемы лучше раньше, чем позже, да. Ну, это да. Еще раз повторяю, потому что, когда износ пошел, скорость этого износа, она только увеличивается. Если у вас появились люфты и ненужные нагрузки, то поверхности разрушаться начинают быстрее. Ну, и в конце концов, вы приезжаете к тому, что у вас какие-то зубцы вообще отломаются или стачиваются, значит. Это не значит, что прямо вот через три километра это произойдет. Ну, это произойдет в любом случае. Вот это важно понимать, да? Но неминуемо, да. Неминуемо. Радио 54.